Мероприятия, посвященные главному государственному празднику в городе над Богом, стартовали на площади свободы. Цветынки к памятнику воинам-освободителям Бреста возложили представители городской вертикали власти, депутаты и дипломаты, молодежь. В стройных рядах и ветераны, и люди, которые знают о войне не понаслышке, и потому, наверное, во сто крат больше ценят каждый прожитый мирный день. Каждый год наш город становится краше и краше. Республика становится богаче и богаче. Я это на себе испытываю. Вот когда у меня спрашивают, что тебе надо, ну как ветерана, я говорю, мне надо только здоровье. Я полностью обеспечена государством. И я рада, что мы живем в таком замечательном государстве. Кто не приезжает в нашу республику, все дают высокую оценку. Конечно, праздник, без этого жить мы не можем. Это же сколько людей положили жизни и достался он такими трудами. И праздник всегда надо почитать. Поздравляю всех брестчан с праздником. Желаю всем хорошего здоровья. Хотелось бы, чтобы вы прожили 70 лет без войны. Чтобы еще больше прожили и все ваше поколение, и мои внуки, и дети, все, чтобы не видели это несчастье. К слову, за ходом памятного мероприятия в 2017-м понаблюдали необычные гости участники международной факельной эстафеты «Бег мира». Это международная факельная эстафета «Бег мира». Мы несем факел, символ мира, гармонии, доверия. И передаем его от человека к человеку из города в город, из страны в страну. И вот таким образом факел путешествует по всему земному шару. Данная команда стартовала в Дублине в апреле, и сейчас пробег завершится в Минске. 8 июля на площади независимости в 11 часов соберутся порядка 300 человек, 300 бегунов из 26 стран, чтобы отпраздновать это событие. Это очень обогащает. Ты бежишь по разным странам, знакомишься с людьми, любуешься природой, изучаешь их историю и традиции. Это расширяет горизонты восприятия. На самом деле начинаешь любить ту страну, в которую пробегаешь. Начинаешь чувствовать единство с другими людьми, другими странами, со всем миром. Продолжение. По традиции на священной земле Брестской крепости здесь, на площади церемониалов, жители и гости областного центра собираются в честь самых важных и значимых дат, чтобы вспомнить, каким непростым был путь Беларуси к независимости, поклониться тем, кто пал в борьбе за свободу, сказать спасибо тем, кто сражался и выжил. И обязательно испытать чувство гордости за страну, которая живет и развивается. Патриотизм, он действительно в душе, он внутренне. И понимаешь сегодня, особенно чувствуя на таких мероприятиях, возложении, когда гимн исполняется, просто переполняешь сердце и гордость, конечно, и то, что ты сегодня в самостоятельной стране, в своей стране находишься. И это действительно есть. Беларусы помнят и чтут свою историю, но вместе с тем думают о будущем. Нам есть чем гордиться сегодня в промышленности, культуре, спорте. И такое стремление сделать свою страну сильнее и краше, лучшая форма благодарности от наследников поколения победителей. Гордиться у нас есть чем, не только историей, но и теми делами, которые наши соотечественники в разных отраслях народного хозяйства, культуры, спорта проявляют. Можно называть эти имена. Это тоже наша история, наша гордость. И это является патриотизмом. Мы должны на этом учить. Ну, конечно, прежде всего, это истории, вот такие прекрасные памятники, которые сохранились. Это символ героизма и стойкости нашего народа. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.